Терапевт Сергей Гудков, мы говорим о расстройствах пищевого поведения. Перед рекламой задала вопрос от нашей слушательницы. Она говорит о том, что её дочь-подросток не хочет есть и хочет активно продолжать уменьшать свой вес, который и так уже катастрофический. Как помочь такому ребёнку и можно ли помочь, если она сама этого не хочет? Они обычно и не хотят помощи, так же, как наркоманы. Им хорошо. Что здесь полезно сделать, это образовать зону молчания вокруг симптома. То есть не обсуждать тогда, не заставлять есть. Наоборот, есть смысл спрашивать, не слишком ли много ты ешь, а может быть, ты иногда переедаешь. Наоборот. Наоборот, да, потому что чем больше будут заставлять, тем больше. Плюс ещё вот эта подростковая реакция, когда надо сделать всё наоборот, тем больше будут укреплять её в этом симптоме. Даже если за столом заставят поесть, она тут же побежит в туалет, два пальца в рот, в этом смысла не будет. То есть не готовить еду, не звать за стол. То есть хотя бы не поддерживать этот симптом. Ну, конечно, здесь полезна семейная терапия. И иногда она уместно и даёт эффекты даже тогда, когда носителя симптома нет на приёме. Такие случаи бывают. Можно организовать поведение взрослой семьи так, чтобы симптом у ребёнка значительно уменьшился или прошёл. Такие подходы есть. Ну, это если там начало, всё получается там, то можно тогда и туда, и там и работать. А потом обычно ребёнок через какое-то время, когда семейная система меняется, он очень хочет посмотреть на этого чёртового психотерапевта, который почему-то подговорил родителей так себя вести, высказать ему или ей в глаза всё, что он думает. Ну, и тогда уже можно работать дальше. Ну, значит, уже силы появляются, значит, уже да. Ну да, да, да. Смотрите, вот есть тогда как-то объединяются, что ли, два симптома – анорексия и булимия? Потому что бывают же девушки очень худые, и вот этот вот симптом, когда из себя пищу выбросить, это же симптом булимия. Булимия есть в двух основных видах. Есть булимия с компенсаторным поведением, когда люди вызывают рвоту после переедания или после еды, и пользуются слабительными препаратами и мочегонами, или тем, или тем, или используют какие-то физические нагрузки, или всё вместе, или какую-то комбинацию. А есть булимия и без компенсации. Но то, о чём вы говорите, это может быть, есть и такая идея сейчас, что это звенье одного просто общего пищевого расстройства, которое в раннем возрасте проявляется как анорексия, когда девушка упорно худеет, занимается чем-то, не ест. А потом, когда она становится более-менее взрослой, выходит замуж, у неё появляются дети, она скатывается к другому полюсу. То есть маятник качнулся сюда, качнулся сюда. И она тогда начинает есть, набирать большой вес и переедать. Что может быть, это просто разные проявления, разнесённые по времени через 10 или даже 20 лет. Одного и того же, может быть, да. Есть у нас ещё вопрос про булимию. И сама девушка спрашивает, она студентка, говорит, я свой диагноз знаю, но, видимо, поставила его самостоятельно. Булимия. Похоже. Каждый раз верю, что справлюсь, контролирую себя, но срываюсь всё время. И в этот момент мне себя очень жалко, когда я срываюсь. И она говорит о том, что родителям сказать, что она боится к врачу идти, она почему-то тоже боится. И можно ли как-то с помощью каких-то препаратов во время вот этого приступа себя остановить? Шансы малы, потому что она просто не успеет съесть препарат, препарат, не успеет подействовать, она уже успеет наесться. Потому что булимический приступ, когда возникает у человека, больше ни на что не остаётся времени, внимания, почти ни на что. Это своеобразный транс, сужение сознания, только с негативными эффектами, когда человек переедает и ест слишком много. Я здесь, конечно, рекомендую на хорошей психологической работе. Причём с теми, кто умеет справляться с такими случаями. Там есть особая стратегия, и булимия можно прервать достаточно быстро, если правильно понимать, что, как делать. Ну, может быть, она никому никогда не пойдёт на приём, поэтому скажу так. Эта проблема, которая существует у неё, она поддерживается попытками решения. Что она пытается сделать? Она пытается себя останавливать. Чем больше она себя останавливает, тем больше у неё не получается. То есть я предложу не останавливать себя, не останавливать, разрешить себе. Она всё равно и так это делает. Какая разница, стараешься ты или нет, если результат один и тот же. Разрешить себе и даже задаться вопросом, интересно, сколько она ещё должна раз переесть, сколько чего она ещё должна съесть, избыточно съесть, чтобы наконец-то остановиться и исследовать этот вопрос. Вот так. Разрешить себе получать удовольствие от этого процесса. Но они говорят, что больные булимии, что они вспоминают только реальность и чувствуют, когда они уже возле унитаза из себя эту пищу изрыгают. Конечно, это трансовое состояние, это некое сужение сознания, когда непонятно, где фокус внимания находится, на чём-то, на ком-то, в каких-то воспоминаниях, иногда травматических, иногда нет. Это по-разному решается. И именно в это время у нас принято считать, что в нашей профессиональной среде, что транс — это целебное состояние сознания, когда у человека включаются ресурсы, когда человек решает какие-то проблемы, моделирует будущее и так далее, и так далее. А здесь это негативный транс, когда, наоборот, ресурсы отсечены, внимание отсечено, и поведение узко-узко запрограммировано. Вот такое оно. Да. Есть ещё один вопрос, вот как раз-таки про удовольствие от еды. Люблю вкусную еду, женщина. Много покупаю, много ем, угощаю у гостей, худеть не хочу, но много есть тоже не хочу. Как мне останавливаться? Как чувствовать, что вот достаточно еды? Я ем быстро, с огромным удовольствием, но трапеза у меня затягивается на час. И бывает даже, что я опаздываю, понимаю, что опаздываю, но вот от этого мероприятия уйти не могу. Потом она сказала, что пользуется вашими советами, которые нашла она на бесплатном сайте вашем, о том, что нужно всё отключить. Она убирает во время еды и телефон, и не включает телевизор, но, тем не менее, ситуация не меняется. Здесь идея какая? Она получает удовольствие. Тогда на этом и нужно сосредоточиться, поставить себе целью получать ещё больше удовольствия, как можно больше. То есть я подозреваю, что из-за того, что там же есть указания, она ест быстро. Из-за того, что человек ест быстро, часть удовольствия пропущена. То есть её задача научиться выжимать максимум удовольствия от каждого кусочка, от каждой крошечки, от каждой капельки жидкости, которая попадает, чтобы просмаковать. Ну а технически, как уменьшить скорость приёма пищи? Технические приёмы такие, есть неведущей рукой, взять посуду поменьше, столовые приборы поменьше, поменять место приёма пищи, заходить, может быть, боком, спиной, поменять обычный шаблон и сказать себе, что моя задача сейчас изучить чувства в отца, что я буду прям по максимуму этот кайф выжимать из всего и всего. Да, пусть я съем вот столько, сколько съем, но постараюсь получить как можно больше удовольствия, ещё больше, чем до этого было. Вот так. Спасибо, у нас есть вопрос слушателя. Давайте послушаем. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Это радиослушательница постоянно звонит. 50, 50, извините, я якутка, поэтому я плохо по-русски говорю. Пожалуйста, постарайтесь. Надеюсь, психотерапевт извинит, что я, вот якутка, по-русски плохо говорит, да? Вот я не согласна с вами, вот поэтому позвонила Павла Людмила Васильевна, 59 лет. Вы говорите, что если ребёнок не хочет кушать, это болезнь. Нет, говорю, это не болезнь. Спасибо вам большое за вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, тут нужно различать, на самом деле, очень хороший вопрос, различать болезненный отказ от еды, когда это является расстройством пищевого поведения и влечёт последствия. Например, когда человек худеет, вместо того, что мы ожидаем в этом возрасте, человек растёт и набирает вес. Когда у девушек возникают проблемы с месячным циклом, да, это проблема. А вот когда ребёнок, здоровый ребёнок, нормальный ребёнок, не хочет есть в то время, когда его кормят, это, конечно, нормальная ситуация, потому что дети не должны есть тогда, когда это подразумевают взрослые, по крайней мере, именно всегда в это время, столько, сколько думают взрослые, потому что у большинства взрослых есть привычка детей перекармливать. Она культурно задана. У нас очень много внимания, очень много эмоций передаётся через еду, очень много традиций, связанных с едой. То есть еда – это не просто еда, белки, жиры, углеводы, энергия для того, чтобы человек двигался. Еда – это ещё любовь, еда – это ещё уважение, еда – это ещё принятие в свой круг. Начало дела, конец дела – это одобрение, это иногда наказание и множество разных других функций, совсем не пищевых. И то, о чём наша внимательная слушательница сказала, это пожелание для родителей, обращать внимание, что если ребёнок не хочет есть, ну, как я её понял, не надо пичкать. Или когда ребёнок болеет, у нас же какая структура, что ешь, ешь, тебе надо поправляться. Он не хочет есть, потому что у него сила сейчас на другое направленное. Спасибо. Вот как раз-таки дети, они, наверное, и умеют вот это интуитивное питание, интуитивное питание знают, что это такое, они слышат себя, слышат эти сигналы. Конечно, конечно. Мы утеряли это, и можно ли научиться этому интуитивному питанию нам, взрослым, как-то вернуть? Можно, потому что у нас есть эти ощущения, мы их всё равно чувствуем, но привыкли игнорировать во время воспитания из нас, просто выбивает привычку обращать на это внимание. Интуитивное питание – это навык, простой навык технический, который устраивается достаточно быстро. И, кстати, да.